Накануне в Читинский военкомат пришли два гражданина Узбекистана, чтобы встать на воинский учет, отдать долг второй родине и получить российское гражданство в упрощенном порядке. В военкомате их приняли радушно, оформили необходимые документы и теперь у них есть заветная печать, а также обязанности. Совсем скоро иностранцы пройдут врачебную комиссию и встанут на учет в качестве призывников. Граждане, получившие гражданство, граждане России, здесь собственно разницы нет. Они все граждане у нас Российской Федерации. Только эти с этого момента, эти с другого. Все это определено в 53-м федеральном законе о воинской обязанности военной службы и в 719-м постановлении о воинском учете. Там все прописано. Гражданин получает гражданство, соответственно он где-то, он или сам добровольно приходит в военкомат и соответственно мы его ставим на воинский учет, выдаем военный билет, но там соответственно проходит определенная процедура. Мы ему, для этого мы его направляем на военную врачебную комиссию, чтобы ему определить категорию годности, чтобы знать какой он по здоровью. И плюс даем ему перечень документов, которые он должен представить. В военкомате также уточнили, что чаще всего иностранцы с гражданством или без приходят сами. Бывают и случаи, когда приходится напоминать. Но такого, чтобы приходилось приводить за руку, не было. Тем более мотивация вставать на учет самостоятельно тоже есть. После срочной службы можно подписать контракт минимум на 5 лет. По состоянию на 1 августа 2023 года на территории Забайкальского края пребывало около 20 тысяч иностранных граждан. Из которых 16 977 состояло на миграционном учете по месту пребывания. 2 555 проживало на основании видов на жительство. 418 по разрешениям на временное проживание. В первом полугодии 2023 года 374 иностранных гражданина приобрели гражданство Российской Федерации. Также есть и отдельная категория иностранцев, которая работает по патенту без визы и гражданства. В паспортно-визовом сервисе им помогают трудоустроиться и официально находиться на территории края. В нем ежедневно принимают сотни иностранных граждан, чтобы они официально смогли оформить свою трудовую деятельность. Среди приезжих есть и те, кто в будущем планирует получить гражданство и встать на воинский учет. Но есть и те, кто пока свою жизнь со службой связывать не спешит, как и получать гражданство. Так или иначе, всем, кто уже стал или намерен стать гражданином России, придется вставать на воинский учет. Но существуют некоторые исключения. В подписанном президентом указе отмечается, что контракт не может быть заключен с иностранцем, у которого есть судимость, в отношении которого вынесен обвинительный приговор. Также в вооруженных силах Российской Федерации не могут служить те, кто привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков или психотропных веществ. Григорий Анипер, Никита Дроздов, Павел Карпов, РТК Забайкалье.